Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы в Балаклаве и сегодня отправляемся в путешествие. Да не простое, а морское. И это будет не лайнер, не яхта и даже не катер. Это будут каяки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сзади нас пляж Мраморный называется. И здесь вот наша каякерская база, где мы проводим туры, сдаем в прокат. Каяки, они же байдарки, в Советском Союзе называли так, а во всем мире называют каяками. Каяк – это грибная лодка, придуманная эскимосами, алиутами. Она изначально сделана закрытая, типа, для холодной воды, чтобы можно было ходить среди айсбергов, там, ну, и охотиться на келении, там, китов. В современном мире каяки у нас в спортсмене так же? Нет, мы ходим и зимой. То есть, изначально они придуманы именно для холодной воды. То есть, у нас даже зимы здесь достаточно теплые, мы вот ходим всю зиму. То есть, есть просто типы каяков. Есть сит-ин, посадка внутри, где сидишь в кокпите, закрыт юбкой, то есть, ну, вот. И сит-он-топы, вот, как бы, летний вариант, как бы, каяков. Здесь и снаружи, они более безопасные, ну, считается, более пляжный вариант, что можно переворачиваться, купаться с них. Платформа для купания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие-то вещи мы с собой можем дать? Конечно, мы даем героям мешки с собой, все упакуется, закрывается. Есть вот закрытые каяки, они вообще называют экспедиционные, потому что они имеют вот целенные багажные люки, в которые можно загрузить много вещей. У нас много ходят с ночевками даже. Берут много вещей, идут куда-то там, ночуют на пляже, потом возвращаются. Защита от солнца, да, должна быть сейчас лето, и люди могут подгореть, конечно. Лучше крем, а еще лучше защита, ну, какие-то штаны, то есть, с футболком, вот, даже с рукавовом. Обязательно какой-нибудь головной убор. Мы выдаем каяк, выдаем жилет обязательно с вас, где-то мешок и весло. Ширина хвата весла определяет тем, что кладется на голову и смотрит, что было 90 градусов между локтями. Считается наиболее удобная ширина хвата для ваших рук. И основное, вообще, ну, как бы, такое важное в гребле, постараться грести не руками. То есть, первое время все стараются весну тянуть к себе, вот, подтягивающими движениями. Но тем самым у них работает только вот эта часть весла, маленькая ладошка, и они нагружают руки. Руки от этого могут болеть потом, ну, целый день нагружать. По-хорошему должно работать тело. Тело у нас в любом случае сильнее рук. Руки – это просто передающий элемент от весла к телу. То есть, тело должно работать за счет разворота в плеч, за то, что вы разворачиваете вокруг оси. Если взять вот это движение даже, а потом развернуть лопасть, ну, весло под 45 градусов, уже у вас будет правильное движение. И сразу повторюсь по поводу развернутой лопасти. Если правая рука у вас запиксирована для грибка, ладошка уже смоет на вас, и вам легко сделать грибок, то левую надо доворачивать, иначе она будет входить у вас как нож в масло. Поэтому правой рукой доворачивайте лопасть на себя. Только будто ручку газа на мотоцикле поворачиваете. Лопасть разворачивается, вы делаете грибок. Весь рука выпрямляется, уже никуда не надо ничего крутить, просто делаете грибок. Достали, развернули лопасть, сделали грибок. В этом нет ничего сложного, минут через 10 вы уже сами будете это делать автоматически, даже не обращать на это внимания. Если все правильно, то можно ходить на дальние дистанции и вообще без усталости. По безопасности, ну, самая основная ваша задача быть просто расслабленными. Если вы расслабитесь, с антартиарой у вас сразу становится гораздо ниже, да, и вы становитесь более пластичными. То есть будете напрягаться, с антартиарой идти высоко, такая скульптура в каяке уже как бы не очень хорошо. То есть расслабленное состояние гораздо легче. Вот, стена прямая, вдвоем за один борт лучше не высовываться, рассматривать рыбку-медузку, иначе вы можете просто перевесить его. То есть понятно, если кто-то высовывает, то второй кто-то контролирует. Перевороты, ну, как бы, если открытый каяк, он вообще не страшный, потому что он не набирает воду. То есть вы перевернулись как поплавок, перевернули, залезли в него, и можно двигаться дальше. В закрытых мы объясняем технике самоспасения, там также можно слить воду на воде прямо, не вылезая на берег. Там, ну, определенные техники. Мы тоже все это объясняем, как бы, люди выходят, ходят. Риски, ну, только попасть в сильный ветер, наверное, встречный. То есть это единственное, что вот из того, что я знаю, когда ветер бывает очень сильный, аж, ну, как будто на месте гребет. Но каяк пробивается где-то под берегом, потихоньку-потихоньку проходили. Ну, шторм может разыграться, но обычно прогнозы по этому поводу говорят недвусмысленно. Каяки – это спорт, отдых, новые впечатления. А еще это возможность поделить берег с другой стороны. Время путешествия больше надо рассчитывать по своим силам. То есть надо рассчитывать, что первый раз лучше ходить на небольшие дистанции, а потом потихоньку увеличивать. Есть одноместные и двухместные. Есть еще как бы в открытых каяках такая опция, как место под ребенком. Есть более широкие каяки, где можно сесть, вот, бывает даже есть квадро, она рассчитана на двух взрослых, двух детей. То есть где можно прямо с семьей где-то ходить. Преимущество каяка. Ну, да, это физически, как бы, ну, такой фей, больше фитнес, потому что надо рассчитывать это просто. Во-вторых, вы не зависите ни от кого, соло, да, такое идет. Вы можете двигаться там, где не пройдет ни один катер, где-то вообще изучать берег, вы не верете между камнями, найти какое-то место, где никто не может больше высадить, где будет только ваше. То есть можно просто покупаться, понаблюдать за дельфинами, там, порыбачить, как бы. То есть моряк только кто хочет. Кому-то он нравится именно погрести, то есть выбирает длинные дистанции, узкий каяк, то есть хорошее весло, чтобы именно на дальние дистанции двигаться. Кому-то нравится именно больше отдых, вот, больше открытый каяк, чтобы купаться в море, там, с детьми сегодня много людей ушло. То есть, ну, как бы семейный отдых такой. КОНЕЦ Это был наш вариант выходного дня вместе с тревел-туром. С вами были Дима и Наташа. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok